Ну что ж, друзья, сегодня проповедую не я, хотя у нас сегодня первое служение месяца, вот, украинскую мову я маю проповедовать, але, але, проте, проте, буду проповедовать сегодня не я, взагалі, то, в нас сегодня, в нас, знаете, мы познайомились, как я уже сказал, деколька днів, деколька днів, а за эти деколька днів я зрозумів, что, знаете, когда вы встречаетесь, когда вы начинаете плыть в реке, знаете, вы заходите, так дно чувствуешь, а потом такой гопа, и понимаешь, глубоко, и так же с человеком, ты можешь пообщаться 5 минут, с некоторым общаешься, и понимаешь, там до колена не доходит, а с какими-то людьми, понимаешь, там сразу глубоко, и это приятно, кому приятно с такими людьми общаться, мне очень приятно, вот, мы познакомились, и я хочу сегодня, пригласил его, чтобы он поделился сегодня словом, это наш брат, дорогой, из Польши, родом, но он больше о себе сегодня расскажет, я говорю, как зовут? Он говорит, английское имя Джеймс, я говорю, ну, значит, Джеймс, это при встрече, давайте поприветствуем Джеймс, наш брат Джеймс, Давайте, давайте, давайте. Он спросил, в чем надо прийти проповедовать. Я говорю, да в чем хочешь, если честно. Нормально. Вот видите, он похож на картинке. Поэтому церковь, давайте по-украински поприветствуем. Тепло, по-настоящему. АПЛОДИСМЕНТЫ Тепло, погладят, крылья, чтобы на воскресенье быть готовым, потому что обычно люди в воскресенье встречаются, а я понимаю, что не всегда. Так же у них проблема сегодня. Бо кто же еще не готов, а то обычно по субботам люди сами собой занимаются. А оказывается, что ему тоже нужно было на встречу прийти сегодня. И быть здесь вместе. Необычно. Иногда задаю себе такой вопрос, что я здесь вообще делаю. Это не моя первая поездка в Украину. Я где-то года четыре уже в Украину приезжал. В разные города. Потому что работаю для большой фирмы. Очень большой фирмы. Одной из самых больших в Европе, а может второй в мире, которая нанимает людей на работу. И работаю консультантом, потому что обратились к нам, обратилась эта большая фирма, потому что очень много людей из Украины приезжало к ним на работу. Было время, когда к этой фирме на работу приезжало 100 человек каждую неделю. Во время коронавируса на карантине в этой фирме было около 1500 людей, которые ждали, чтобы выйти на работу. И выходили эти люди через 10 дней, а уже полтора тысячи ждали, чтобы выйти через 10 дней. Очень большая. Что я там делаю? Зачем и как? Они просто попросили меня, помоги нам сделать так, чтобы люди, которые приезжают, чувствовали себя здесь хорошо. Чтобы было им хорошо, потому что они откуда-то приезжают. И в феврале позвонил мне один молодой человек из Голландии и сказал, вот я получил ваш номер от моего друга, который работает в Англии. Но он работает с вашей дочерью в Англии, потому что мы жили в Англии, живем еще больше 10 лет. И он говорит, я получил ваш номер, потому что один человек, с которым я играл на компьютере, уже полгода играем в какие-то игры на компьютере, дал мне номер вашей дочери. Потому что когда мы играли в один вечер, я сказал, что наверное поеду на следующей неделе в Польшу, потому что хотим помочь людям с Украины, которые убегают перед войной, от войны в Польшу и хотим им помочь. И он сказал, а знаешь, а я работаю с одной палецкой. И он дал ему номер. И этот молодой человек позвонил мне в пятницу и говорит, знаешь, мы едем сейчас, у нас 6 машин, которые выехали из Амстердама, едем в Польшу, чтобы забрать с собой людей. Обычные мамы и дети. Заберем к себе, у нас есть семьи, которые хотят их принять. Но мы не знаем, куда ехать. Мы не знаем, где остановиться. И я сказал, хорошо, то где вы? Ну, мы где-то через 3 часа будем в Польше. Ну, хорошо. И мы, и я, наше место, где могут переночить, и тоже наше место, откуда могут этих людей забрать. И на следующей неделе приехали их 4 или еще 5 машин. И на следующей неделе еще 3 или 4. Потом еще какой-то микроавтобус. Потом и так 3 месяца ездили из Голандии в Польшу и забирали людей из вокзалов, из хостелей, из отелей, из разных мест. Матери и дети к семьям в Голандии, которые во время, когда были там в Голандии, искали, чтобы люди там могли у них остановиться. И так прошло несколько месяцев. Но уже меньше людей приезжало в Польшу или убегало от войны. И летом позвонили и сказали, слушай, а может уже люди здесь живут, мы им помогали и помогаем. А что сейчас делать? Я говорю, ну я не знаю, что сейчас делать, но может поедем и посмотрим, что можно делать. И они где-то месяц, полтора собирались и приехали на машине в Польшу. И сказали, давайте поедем. Мы должны поехать в субботу. Я им позвонил, потому что я только что прилетел со Средней Азии два дня назад и сказал, давайте поедем в понедельник. Ну хорошо, поедем в понедельник. И поехали мы в понедельник. Сидим, мы приехали на машине, привезли разные вещи во Львов. Во Львове решили, что нам нужно пересесть на поезд. Почему? Потому что не хотели потерять день. Мы могли выспаться в поезде и приехать на следующий день, чтобы уже что-то делать. И мы сидим в этом поезде, он уезжает из Львова где-то 9.30 вечером. И Бас, этот один из молодых этих людей, говорит, что я вообще здесь делаю. Там же война. С нами должны ехать еще три человека, но они не поехали, они испугались, потому что там война. А эта молодая девушка, которой 24 года Львова говорит, а я вообще родителям не говорил, а что я туда еду. Потому что они бы всю неделю не спали. Потому что там война. Что я здесь делаю? Я думаю, в вашей жизни не один момент был, когда вы задали себе вопрос, что я здесь делаю. Это вообще не мое место. Я не так хотел. Вообще-то я думал про другое. А получилось, как всегда. Откуда? Мне было 22, 21, 22 года. Когда Советский Союз разрушился. Чуть раньше разрушился. Когда мне было 21, 22 года, мои друзья уезжали на Запад, чтобы заработать деньги, потому что первый раз получили паспорта. Раньше нельзя им было ехать. Могли ехать в Минск, в Киев, но на Запад нельзя. Получили эти паспорта, открыли что-то в банках и ехали на Запад. А я закончил первый год университета и решил, поеду на Восток. Одна организация искала волонтеров, чтобы помогать в Средней Азии, потому что Советский Союз разрушился. И Запад был заинтересован этим, что там происходит. Я поехал туда на один год. Работал с ними в Средней Азии, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, потом Афганистан. И прошел второй год, третий, пятый, седьмой. И после десяти лет я вернулся только в Польшу на два-три года уже с детьми. Мы переехали в Англию и там жили уже больше десяти лет. Что я там делаю? Задавал себе вопрос. Мои друзья построили дома, купили машины. А я ходил по пустыням, по горам. Что я там делаю? Вспоминаю историю. На Востоке людям нравится история. Им нравится рассказывать историю. Помню историю о очень богатом человеке. Шах, да? Шах? Шах, такой олигарх арабский. Очень богатый. У него было единственное дочь. А сына не было. То знаете, что значит на Востоке, если сына нет? Несчастье. У меня первая родилась дочь. Когда моя жена забеременела, конечно, мои мусульманские друзья спрашивали. А что ты бы хотел иметь? Так мне подсказывали. И что я должен им ответить? Как думаете, в мусульманской культуре? Второго ребенка. Они, конечно, спрашивали, загадывали, чтобы у меня появилась не уже дочь. И поэтому, я им говорю, знаете, на самом деле, христиан для меня нет разницы. Девушка, мальчик, без разницы. Важно, что сын. Восток, людям нравится. Ну вот этот олигарх арабский имел дочь. Сына нет. То значит, надо ее выдать замуж за такого, который как бы стал его сыном. Поэтому написал хорошее письмо, такую рекламу. По всему миру разослаал, что у меня дочь, которую я хочу выдать за хорошего мужчину. Молодого человека. И, конечно, получил резюме. От молодых людей, которые закончили самые лучшие университеты. Которые снимались в фильмах. Которые имели большие деньги, потому что их родители делали большой бизнес. От таких получил письмо. Но из них, эти, которые у него работали, служили ему, выбрали 10 самых лучших, конечно. Здоровых, умных, богатых. И пригласили их на встречу. Говорит, приезжайте, я должен с вами встретиться. Вот и там мы выберем, кому я отдам мою дочь. И, конечно, что еще? Все это мое богатство. И все остальное. Восточная история. И приехали. Все, как знаете, как с телевидения. Самые красивые, самые умные, самые хорошие дипломы, самых худших университетов, все стояли у него у входа в дом. Он их забрал в свой большой такой огород и сказал, давайте, вставайте здесь, будем выбирать. Ну, все смотрели друг на друга, да, кого выберем, выберет. Но еще был такой басин, чтобы было красиво и все. И он говорит, знаете, вы самые умные, вы самые лучшие. А вот это моя дочь, красавица. Я ее отдам, отдам одному из вас. Я отдам тоже мое богатство, мой дом, мои бизнесы и все, что у меня есть. Только мне еще нужна одна вещь. Это то, чтобы человек был смелый. Я хочу, чтобы мой сын, новый сын, был смелый. О таком сыну я мечтал. Ну, все посмотрели. Говорят, смелый, почему нет? Что нужно? И он говорит, посмотрите, вот бассейн. Кто первый проплывет этот бассейн, тот получит мою дочь. Ну, он говорит, ну, почему нет? Ну, посмотрели, а там крокодили, змеи, все какие-то там еще, все страшные. И так смотрят и, знаете, да? Я же такой красивый, стоит ли мне потерять это лицо, да? Я такой богатый, стоит ли мне попрощаться с этими деньгами? Что-то он думает, думает и в один момент, пууууу! И что-то там происходит в этой воде. Все смотрят, что происходит в воде. А там какие-то руки, какие-то ноги, что-то происходит. Все смотрят, не могут досмотреться, да, кто-то над водой, под водой. Что-то там происходит, ужас какой. И в один момент молодой человек выходит с этого бассейна, с той стороны. Все в шоке, так как вы. Что будет? А этот шаг, олигарх, они не бегают, они ходят. Но он побежал, он побежал, чтобы этого сына поймать. Побежал к нему, да? Вырвал его оттуда, взял с собой и сказал, вот мой сын, да? Я тебе отдам мою дочь. А он говорит, не хочу. Не хочу. Не хочу. В шоке. Он говорит, я тебе богатство отдам. А он говорит, не хочу. Все в шоке. Говорит, чего ты хочешь? А он говорит, этого, который меня подтолкнул туда. Что я здесь делаю? Вот этого мне отдайте. Все остальное уже меня не интересует. Бывает в нашей жизни такое. Что мы не знаем, как мы в это попали. Думал так, а поучился по-другому. Несколько лет работаю с людьми, которые приезжают на работу. Здесь рассказывали им, знаете что. А когда заехали, было как всегда. Как так? Можно посмотреть стих, которые, я думаю, важны, чтобы мы видели. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дзеў мертвая. Откуда я? Все по-другому. Мне было лет где-то 15, когда я услышал благую весть. И по веру. Ну и думал, все будет хорошо. А было как всегда. Было хорошо и было плохо. Было богато и было бедно. Все меня любили и все меня ненавидели. Что такое? Как этот ест? Как я попал в это? Я поверовал? Я думал, что когда я поверю, все будет уже хорошо. Оказывалось, что как всегда. Кто меня туда толкнул? А говорили, что с Богом все отлично. А говорили, что с тобой ничего не произойдет. А не один раз я прятался, потому что боялся, что что-то произойдет. Говорили, что ты никогда уже плакать не будешь. Не один раз я плакал. Говорили, что у тебя все будет. А были моменты, когда не было ничего. Как так? Потому что вера – это не только слова. Вера – это не только обещание. Вера – это то, что делаем. Это то, чем живем. Это то, что решаем. Это то, от чего отказываемся. Это то, для чего утром встаем. И это то, почему вечером не ложимся. Потому что вера – это жизнь, в которой мы очень активны. Это жизнь, в которой мы выбираем. Это жизнь, в которой мы разочарованы, но мы все равно встаем и идем. Как эти люди, которые приезжают в Польшу, Германию и другие страны, чтобы выйти на работу, а оказалось, что это вообще не так. И говорят – а как так? Встают утром. И идут. Нелегко. Чтобы сделать шаг. Мне было где-то 20, 21, 22 года. Когда я поехал в Среднюю Азию. Можно посмотреть эту фотку? Я поехал туда и думал, что жизнь будет очень прекрасной. Думал, что все так красиво. А оказалось, что попал тоже в место, где люди жили в войне уже 30 лет. Было так, что я встречал молодых людей, которые никогда не жили во время мира. Они не знали, что такое мир. Я садился с людьми за столом, кушал и рассказывал им про жизнь в Европе, в мире, потому что я войны не знал. Моя бабушка и дедушка, они войну знали, а я нет. И они старались понять, как это можно жить, когда войны нет. Для них это ненормально. Их родители убегали со своими родителями от бомб, ракет и войны. А сейчас их дети ходят в школу, где война. Вот этого я понять не мог. Что я был в мире, в котором была война. А потом, через какое-то время, я поехал в место, где было землетрясение. В один день, за полчаса, в этой деревне, где стояло 270 домов, остались два. И потом пошел на другую гору, где было около тысячи домов, осталось десять. Пять тысячи школ было разрушенных за полчаса в очень бедной стране Непал в 2015 году. Шел по дороге и увидел разрушенное большое здание. Это здание школы. Они строят не так по ширине, как у нас в школе, а вверх, потому что там земли мало, там же горы, Гималай, места мало, все строят высоко. Эта школа тоже имела где-то четыре этажа, но не была большой. Сел и смотрел, как эти этажи все разрушены. Сел, смотрел и думал, Бог, как так? Как так может быть? И подошел старший человек, сел рядом со мной, я говорю, как так? Это уже школа. Да, говорит, школа. Как Бог это мог сделать? Столько детей, столько школ разрушен. Он сидит и говорит, ну, разрушенных, это моя школа, он говорит. Это моя частная школа. У меня кредит, потому что я на кредит построил эту школу. Я говорю, как? Как вообще вы будете жить? Здесь нету ничего. Как вообще? И он говорит, знаешь, знаешь что? Как хорошо, что землетрясение было в субботу, а не в пятницу, потому что детей в школе не было. Бог хороший. Я сидел и думал, как так? Как это могло произойти? А он мне сказал, это хорошо, что это было в субботу. Если Бог бы нас не спас, то вообще здесь было бы 300 или 500 мертвых детей. Какой Бог добрый? Можно следующую фотку посмотреть? В 2004 году фанаты, которые заняли эту школу. Я думал, как так? Как это может быть? Я вернулся домой, включил телевизор и увидел ребята осетинцы, осетинцы, которые живут там. Единственный, можно сказать, единственный христианский народ среди мусульманских других народов. показывают, как все стоят, не могут идти к этой школе, задерживают их солдаты, потому что там террористы с ними сидят. сказали им, в школе 270 заложников. Когда услышал народ, жители этого города, это была самая большая школа номер один, услышали 270 заложников, все начали плакать, кричать и говорить, это обман, это ложь. с первых минут им угали, потому что в школе было минимум тысячи человек, а не 270. Чем 270 было больше детей. Это был первый сентября. Знаете, что значит первый сентября? Все туда шли. Знаете, там в этом небольшом городе, в котором живет 35 тысяч человек, даже детские сады были закрыты, чтобы родители могли взять даже эти маленькие дети и показать, этот праздник первого сентября, и они все попали туда внутри, с этими маленькими детьми, некоторые еще кормили их грудью. А по телевидению говорили там 250, 270 заложников. С первого дня ложь. Это мы, это не мы напали на Украину. С первого дня ложь. нету, никто там не погиб, никто, ничего не произошло. Я вчера видел, как ничего не произошло в Харкове. Это просто там, какая-то одна бомба упала, и разрешила несколько, сот домов. Ложь. С первого дня. Три дня у меня дома был включен телевизор. Днем и ночью я смотрел, что происходит. Почему? Потому что я жил в бывшем Советском Союзе, этим републикам. И я знал, что люди в беде значат государство отвернуться от них. Правды им не скажут. Сделал все, что мог, чтобы туда поехать и помочь этим людям. Через 30 дней я был там. Шел и от дома в дом и разговаривал с этими людьми. И они рассказывали мне истории, которые там происходили. И большую злость, потому что Путин не решился, чтобы туда вообще приехать. Чтобы встретиться с этими семьями и сказать, простите, что такое произошло. Сказал, мы с террористами говорить не будем. даже о их, этих семьях, детях, мамах. Я стучу в одни двери, открывает женщина. 27 лет, 30 может. Все на черном. это 40 дней. Еще не прошло, как я приехал. 40 дней, знаете, что это значит. У нее ребенок на руках. Плачет. Я говорю, можно с вами поговорить? Я приехал, может, у нас есть какая-то помощь, может, можем в чем-то вам помочь. Она говорит, пожалуйста, заходите. Что случилось? Она говорит, почему так произошло? Как это так могло быть? Я говорю, а что случилось? Я была в школе с этим маленьким ребенком и с моим 8-летним дочером. Моя дочь еще приготовила стихотворение на начале школы, на линейку. Она выступала, когда они заехали, дети еще выступали, когда террорысты заехали. Террорысты, которые на машинах заехали через 4 или 5 постов. Никто не понял, что они террорысты. Полиция получила информацию в 5 утра, что готовится к какой-то терракт. Кто-то ничего не прочитал, кто-то ничего не сделал. На Западе называют это коррупцией. Это не было так, что никто ничего не знал. Она говорит, я бы там была в школе. Мы думали, что нас вечером выпустят. Это же дети маленькие, они испугались, у них ничего не было есть, им все забрали. Воды не давали весь день. Было плохо. Этого дня получилось, что 10 человек, людям можно было выйти, это мамы с маленькими детьми. Они смотрели, у кого маленький ребенок, и говорили им, чтобы они ушли. И она говорит, я сказал моей дочери, 8-летней, знаешь, мы еще вечером вернемся за тобой. Подожди, здесь твоя учительница, здесь соседка, посиди с ней, с друзьями, мы выйдем, потому что ребенку нет, что ей кушать, ей плохо, я выйду, и вечером вернемся. Больше людей оттуда не вышло. Эта женщина рассказывала мне, как через 3 дня нашла свою дочь с перестреланной головой, потому что убегала из школы. И задала вопрос, почему так? Что я там сделала? Почему я ее оставила? Как я могла это сделать? Как мне жить дальше? Не имеем ответов. Не знаем, откуда это, как мы попали в это все. Не знаю. А я не знал, что ей ответить. Пошел в другой дом. Сижу, пьем чай. И они говорят, знаете, здесь такой маленький киоск. Там продавали напитки, хлеб, овощи, фрукты иногда. И знаете, не очень хорошие люди. Не очень хорошие люди. Иногда обманули, детям давали может не свежие продукты, когда мы их отправили туда. Плохие люди. Знаете, эта хозяйка говорит в этом доме, пьем чай. Знаете, мне кажется, что когда война, когда какая-то болезнь или что-то, знаете, на самом деле Бог людей забирает как бы чистить этот мир. забирает от этих плохих людей. Вот с ними наверное так было, он их забрал. Я не знал, что сказать, как это было. Ну ничего, вышел от них из дома, пошел в следующий дом, потому что мы ходили каждый день из дома в дом, чтобы посмотреть, как можно им помочь. Мы сели, пьем чай и хозяин говорит. Знаете, здесь такой киоск. Говорит, там были очень, очень хорошие люди. Всегда помогали. Если денег не было, все равно дали, потом можно было расплатиться. Вообще хорошие люди. Говорит, я не знаю этот хозяин, я не знаю как, потому что когда война, какая-то болезнь или что-то, не знаю почему, но Бог забирает хороших. Я сидел и не знал, что сказать. Кого Бог забирает? Плохих или хороших? Про один киоск, про одну семью рассказывали, которая погибла в этой школе. У каждого было другое мнение. Как знать? Кому осуждать? Кто знает, кто так мудр, чтобы сказать почему и для чего? Вопросы возникают у каждого из них. 350 с чем-то людей погибло в этом. 200 детей погибло в этой школе. А Кремль говорит, мы не знаем, мы не знаем, кто это сделал. Мы сделали все, что могли. А семьи до сегодняшнего дня говорят, давайте будем судиться. У нас есть доказания, кто и как. Давайте. Нет, мы ничего, мы уже все, суд был. Одного поймали. Или, как говорится, подставили. Одного. И история обеслана закрыта. А до сегодняшнего дня этот город не поднялся. Потому что нет справедливости. Потому что ложь. Я ездил там где-то лет пять. Потом написал книгу про эту историю. Чтобы люди в Польше, в других странах тоже могли услышать. А сегодня, после сколько, почти 20 лет, нужно книгу написать про Украину. потому что на Западе люди не знают, кто виноват. Как? Потому что много уже. Потому что говорят, там ничего не происходит. Потому что как? Они сами себе стреляют, домы разрушают. Сами себе хотят свою страну разрушить. Ложь. вера это не слова. Вера это дела. Вера это то, что делаешь. Вера это то, что люди видят, как живешь. Вера это то, с чем ты ложишься спать, потому что себя не обманешь. Вера это то, как мы живем. Можем посмотреть еще? И буду потихоньку заканчивать. Это моя книга. Это люди, которые погибли в школе и еще их больше. Не знали, что сделать. Разрушить школу или оставить. Одни в городе разделился на половину. Одни говорили разрушить, чтобы я больше на это не смотрел и не плакал, когда прохожу мимо. А другие говорят не разрушить, пусть стоит, чтобы никто никогда не забыл. Можно? следующее. Дальше. Это Афганистан. Хорошо. И еще стих. А Иисус ходил и говорил? Ходил и уговорил? Ходил и спорил? Не. Его убили не за то, что говорил. А за что? За то, что делал. За то, что делал. Потому что таких, которые говорили, было много. И будет еще много. Но этих, которые делают, не так и много. Наша жизнь, одно важно, что верим, но второе важно, что мы с этим делаем. эти молодые ребята, которые вы видели на фотке, о которых пастор рассказывал, позвонили мне и говорили, поедем, будем помогать, потому что мы уже в Голандии помогали людям, которые убегают от войны. А сейчас посмотрим, что можем сделать. Один говорит, что я здесь делаю, второй говорит, а зачем я здесь, что моя мама подумает? Это уже война. Вчера вечером мы уже сели, сегодня вечером уезжаем обратно. Я спрошу, их, ну и как? Как это время? Не так страшно? Ну нет. Не так страшно. А что было для вас важно? Вы видели Харьков, вы видели Бучу, вы видели Ирпень, вы видели разные такие места? Саша нас возил, показывал. Они говорят, знаете, что было для нас важно? Это место, где Светлана, другие ребята, которые здесь стояли и пели. В больнице мы были с туберкулосом. И говорят, знаете, это было важно, не война, не то, что мы видели разрешение. Мы видели людей, нормальных людей, как мы, для которых другие люди, больные, за которыми никто не смотрит, были очень и самые важные. они уезжают отсюда с этим, что увидели, что другой человек для другого человека может сделать все. Потому что таких здесь встретили. и говорят, Джеймс, когда вернемся? Они не верят в Бога так, как мы. Может, не встретили никогда Иисуса так, как мы. Но здесь, за эти 3-4 дня, они с ним встречались каждый день. Потому что видели дела в больнице. У вас, ребята, вашу жизнь, ваш вкусный пирог. В Харкове солдата, который сидел и не мог ходить. Пастор Андрея, Сашу, который ездит как сумасшедший. Но хорошо. Они видели людей, которые для других готовы сделать все. И то называется христианство. то называется Иисус. Не слова. Друг другу можем все рассказать. Но то, как живем, это самое главное. спасибо что, что и другие ребята приедут, чтобы тоже могли увидеть то, что они в эти 3-4 дня. его. Его. Не уходите еще. Еще не уходите. Это в общем их нету, но это им. Это Лики и Басу. Я знаю просто, что им надо. им надо. А это там есть вам и жене обязательно. А есть еще сюрприз, который я говорил, но я сейчас не буду, а потом в конце служения будет. Жена говорит, не все однозначно, но я пообещал, я сделал. Сделали. Друзья, кто из вас был благословлен на самом деле сегодня? Давайте воздадим Богу славу. И знаете, это мы же не договариваемся и у меня есть один любимый афоризм, знаете какой? Не надо слов, поговорим делами. Вот понимаете, друзья, на самом деле это важная вещь, ведь то, что сегодня говорил, Джеймсус сказал, вера без дел мертва. Часто говорят, вы делами там, спасение. Нет, я спасен поэтому делаю. Знаете, если я верю, поэтому я буду делать. Поэтому я бы очень хотел, друзья, давайте мы помолимся сейчас, потому что есть человек, который мечтает что-то сделать. Кто сталкивался с таким, ой, я хочу это сделать, я хочу изменить мир и так далее. А когда вы сталкиваетесь с человеком, который прошел у него сзади, может он мир не изменил, но он прожил жизнь так, что за нее не стыдно. Я бы хотел, чтобы мы помолились с вами, друзья, и пусть милость и благодать тоже, которая есть на братье, пускай переходит и в вашу жизнь. Давайте помолимся и благословим, потому что огромный труд они делают, очень большой. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа. Мы сегодня так благодарны Тебе, Господь, за нашего драгоценного брата Джеймса. Боже, мы молимся Тебе и просим Тебя, Господь, как однажды он оставил все для Тебя. Господь, мы знаем, что это по причине того, что Ты однажды оставил небо, Господь, для него, но мы молимся о Тебе, чтобы также в его жизни, Господь, в семье, в служении, во всем, что он творит, Господь, были видны, Господь, Твои благословения, Твои дела, и Ты шел впереди. Господь, мы молимся, укрепи, и благодарим Тебя, Господь, за ту любовь, которую он, Твою любовь, которую он являл, Господь здесь, и являет Господь. Спасибо Тебе за его сердце, во имя Иисуса Христа. И все доскажут Аминь. Давайте скажем по-украински. Спа! Дякую, дякую. Спасибо большое, слава Богу. Это вам, передайте, хорошо, ребятам, я думаю, им будет приятно. Ну а дальше все будет сделать. Садитесь, если наше служение не закончилось, куда вы убежали, сейчас причастие будет. Группа порядка.